Ситуация с коронавирусом в Азербайджане повлияла и на процесс сдачи экзаменов. Их предлагается проводить в режиме онлайн. Работами занимается Государственный экзаменационный центр Азербайджана. У нас почти каждый день проходит видеоконференция между всеми структурными подразделениями и руководством центра. И естественно, что мы продолжаем подготовку к проведению экзаменов. А в настоящее время сложившаяся ситуация, самым актуальным является, конечно же, проведение онлайн-экзаменов. Прежде всего, нашими специалистами изучается международный опыт, опыт международных организаций, которые занимаются оцениванием знаний и которые проводят массовые экзамены. Специалистами Государственного экзаменационного центра уже представлен ряд проектов по данной теме. На основе представленных предложений планируется провести первый экзамен на знание азербайджанского языка. Для проведения онлайн-экзамена выбран экзамен по азербайджанскому языку в английском и русском секторах, средних школ. Также у нас в северных районах есть грузинский сектор. В первую очередь планируется проведение онлайн-экзамена именно по этому предмету. Почему? Потому что он является относительно малочисленным, то есть там количество участников около 8-9 тысяч, в то время как на наступительных экзаменах, на выпускных экзаменах количество участников достигает 80-90 тысяч. Кроме того, понятно, что проведение онлайн-экзамена, оно ведь связано не только с нашими возможностями. Надо, чтобы у участников экзамена тоже были компьютеры, на которых были бы эти программы, позволяющие проводить онлайн-экзамен. Во избежание правонарушений на онлайн-экзаменах разрабатывается система прокторинга, то есть наблюдения за учащимися. Во время онлайн-экзамена за экзаменом в онлайн-режиме специально обученные контролеры будут вести видеонаблюдение. И факт какой-то попытки злоупотребления или какого-то нарушения будет зафиксирован по видеозаписи. И экзамен будет прерван, и будет аннулирован результат этого ребенка. Мы надеемся, что нам не придется прибегнуть к таким мерам. Поэтому, естественно, что мы приглашаем, призываем всех наших учеников надеяться только на свои знания. Для этого нужно продолжать процесс обучения, не останавливаться. Тем более, что для этого созданы все условия нашей республики. В том числе нашим центрам предоставляется достаточное количество ресурсов. Абитуриенты тем временем не перестают готовиться к экзаменам обучения, а не продолжать также дистанционно. Конечно, мне очень жаль, что все так случилось, и мы никак не можем сдать экзамены. Но, несмотря на что, мы должны усиленно заниматься. Но мы с друзьями стараемся не падать духом. Поддерживаем друг друга, займаемся в онлайн-режиме, организовываем видеоконференции, обсуждаем темы и делаем тесты. Я хочу обратиться ко всем, кто в этом году заканчивает школу. Друзья, не отчаивайтесь. Нам выпадет испытание, и мы его вместе обязательно преодолеем. Самое главное – оставайтесь дома, будьте здоровы, удачи нам всем. О проведении вступительных и прочих экзаменов в режиме онлайн задумывается не только в Азербайджане. Подобные проекты уже разрабатываются в ряде стран, включая Россию. Альбина Абдурахманова, Сибиси.